Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые замечательные слушатели подкаста. Итак, сегодня наш подкаст, как я говорю всегда, необычный. Мы сегодня будем говорить немножко про маркетинг, про маркетинг себя. И сегодня я хочу с вами порассуждать о том, как создать бренд. Бренд не только себя, да, как человек-бренд, но и бренд какой-то своей, может быть, торговой марки. На самом деле, если говорить глобально, то мы в этот мир пришли для чего-то большего. И это большее мы должны нести в мир. И я об этом всегда говорю на всех своих мастер-классах и тренингах. Но чтобы это большее нести, это нужно как-то упаковать, да, и передать клиенту. То есть, условно, например, у вас есть какая-то там, как я люблю опять же говорить, серебристая краска, которая есть только у вас. Но для того, чтобы человеку было понятно, как это и что это, вы должны это упаковать и принести. Знаете, идея этого подкаста, она не случайна, потому что я действительно сейчас пишу программу про бренд. Я сама прошла огромное количество тренингов про бренд. И думаю, что вы многие видите, как позиционирую я себя как бренд, да, как я позиционирую свои расстановки. Я опять же вместе с вами этому учусь. И вот сегодняшний подкаст, он записан там и для вас, и для меня, чтобы немножко структурировать, что такое бренд и как создать свой бренд в нашем мире. Итак, полетели. Как создать свой бренд? Десять шагов. Ну, что такое сам бренд, что такое бренд, да, бренд это какой-то продукт, либо какой-то человек, который узнаваемый и с которым есть ассоциация. Давайте подумаем, да, что такое бренд, допустим, там, давайте мой любимый бренд, не знаю, там, бренд Мерседес, да, Мерседес с чем ассоциируется? С престижем, с богатством, с дороговизной. Я вас недавно опрашивала, с каким машиной я вас ассоциируюсь, вы говорили, Феррари, это про скорость, про энергию, про мощь, да, про силу. И вот здесь важно понимать, что бренд это продукт, упоминая который, у человека возникают те или иные ассоциации. Сегодня в подкасте я не буду много говорить о человеке-бренде, да, я буду, ну, так ссылаться там на свой опыт и на прочее. Я сегодня хочу проговорить с вами конкретные 10 шагов, как его создать. Еще раз говорю, мы сейчас говорим не про конкретного человека-бренда, а может быть это продукт, может быть вы решили, я не знаю, запустить, не знаю, там, производство нижнего белья и как этот бренд позиционировать. Итак, первый шаг на пути к бренду, на пути к созданию бренду, это нужно сделать так называемые маркетинговые исследования и понять, что происходит на рынке, что происходит с рынком. Да, очень важно изучить рынок, на который вы планируете выйти, проанализировать, что происходит, там, какой ценовой сегмент, опросить целевую аудиторию, что она ждет, да, как она это видит. То есть создать такое некое маркетинговое исследование, как говорят в бизнесе, чтобы понять, в какую нишу вы можете попасть. Следующее, что нужно сделать, это определиться с позиционированием вашего бренда. Что такое позиционирование бренда? Это та идея, которая будет отличать вашу торговую марку, ваш продукт, вас от сотен других. Знаете, здесь очень важно понятие миссии, да, потому что когда вы понимаете ту миссию, которую вы несете, тогда возникает вот это вот отличие, отличие вас от других. Смотрите, я буду делать еще подкасты, у нас, прямо, будут делать серию подкастов про бренды. Я буду говорить, что важно понять свою миссию, понять свою ценность, свою уникальность. Ну, здесь, если представить, что вы уже поняли свою миссию, свою уникальность, свою ценность, да, вот в сегодняшнем подкасте об этом говорить не буду, но изначально это важно понимать, в чем твоя миссия. И вот ты когда понимаешь свою миссию, что там, допустим, твое тоже самое нижнее белье несет, оно хочет сделать женщину красивой или удобно, или это для спорта, да, ты должна понимать, что тебе важно, да, кружавки, которые впиваются в тело, либо там, я не знаю, или спортивные, там, фитнес-белье. Вот здесь это очень важно, что ты несешь людям, для чего ты здесь, если говорить, допустим, про меня, про Юлю Хадарцеву как бренд, что меня отличает от других расстановщиков, да, что я работаю на другом уровне, и, как я сейчас говорю, у меня есть миссия объединить верх с низом, объединить божественную энергию земной, да, заземлить вот эти божественные все вещи и вывести людей в тотальную свободу. И тогда я чем отличаюсь, да, безграничными возможностями, проходом выше, возможностью работать во всех временах и пространствах везде, да, и даю свободу людям на земле, например. И тогда вы уже понимаете, да, что там у Юли есть какие-то отличительные вещи в бренде, да, если вы картины, например, рисуете, что дает эта картина, может быть, вы там рисуете какие-то географические вещи, которые, имея эту картину в доме, например, да, человек может открыть свой третий глаз. Кстати, прикольная идея для бизнеса, понимаете? То есть второй шаг на пути к созданию бренда – это понять свое позиционирование, которое будет четко равно твоей миссии. Опять же, я здесь приведу примеры известных брендов, мой любимый Мерседес, он говорит о престиже, о спокойствии, о целостности. Ну, для меня вот, почему я выбираю Мерседес, да, почему я сейчас думаю о Феррари, потому что, опять же, я чувствую, что где-то там внутри меня вот эта вот энергия Феррари, опять же, энергия, мощь, сила, быстрота, да, тогда сразу. Ну, здесь, опять же, очень важно понимать, что мы здесь говорим не только про красивые девизы, про там такое что-то пафосное для того, чтобы выделяться, вы должны обязательно это нести людям, ну, то есть, когда мы садимся за руль Мерседеса, мы понимаем, что здесь спокойно, престижно, комфортно, да, то есть это не должно быть, то есть, например, если вы говорите, что там у меня белье для красоты, а человек одевает, а у него эти кружавки, знаете, в разные стороны торчат, и это становится прям совсем некрасиво, то есть вы должны быть пропитаны этим до конца и не сбиваться с этого. И опять же, если мы говорим про вашу уникальность, если ты идешь в свою уникальность и соединяешь это с позиционированием своего бренда на рынке, тогда это будет успех и тогда это будет про честность. Шаг третий, который вы должны сделать, это шаг номер три, разработать название, логотип это можно назвать, название бренда, это должно как-то быть упаковано. На первый взгляд это может показаться, что это очень легко. На самом деле я по себе скажу, что это достаточно сложно. И вот кто ходит ко мне на занятия, кто ходит ко мне на тренинги, кто ходит ко мне на расстановки, я даже вот задам вам вопрос, помогите мне с разработкой названия, мне прям вот здесь реально тяжело. Сейчас мои расстановки получили название 3D расстановки. Ну вот, например, когда я была последний раз у своего учителя, она говорит, это уже не расстановки, это уже работа. То есть я понимаю, что по большому счету это вроде выглядит как расстановка, но на самом деле это что-то более глубокое. Вот помогите, если у вас есть идеи, кто знает мою работу, как мне назвать свои расстановки, как мне вообще назвать свою работу. Сейчас у меня есть два слова, я говорю, что это королевская энергия, что я несу вот эту целостность, уникальность и энергию. Но я чувствую, что что-то с названием не то. Вот мне, например, нужно название, чтобы оно соединяло в себе вот эти вот необходимые эмоции у клиента, чтобы оно хорошо звучало, и чтобы оно отражало мою миссию на этой земле. Понимаете? И так же и вам, если вы идете в мир, и у вас есть ваше позиционирование, да, вы уже определились там с вашим брендом, у вас есть проведенные маркетинговые исследования, надо как-то это так назвать, чтобы было тотально понятно, тотально, что вы несете. Еще раз вас прошу, если у вас есть какое-то название, логотип для меня, как для Юлии Ходорцева, я буду вам очень благодарна, если вы напишите мне свое видение, пишите мне в любые месседжеры, месседжеры, там, пишите в WhatsApp, в Instagram, куда угодно. Поэтому и вы тоже подумайте, как это будет позиционироваться, если мы возвращаемся, например, к белью. Что-то я на белье зациклилась. Видимо, хорошая идея для кого-то, да. Если это кружевное белье, это может быть там создать свою красоту, привнеси себе богатство, да, допустим. Вот посмотрите, допустим, если говорить про белье, то есть белье агент-провокатор, достаточно дорогое, там 30 тысяч рублей стоит одно бикини, одни трусики. Но вот у них есть позиция, что они там тотально натуральные, у них нету пушапов, например, в белье, да, то есть они вот такие вот дорого, идеально и по-настоящему. Вот у них какая-то такая тенденция, но опять, может быть, я ее так вижу. Вот поэтому подумайте, как это все можно упаковать, как это можно назвать одним словом, чтобы всем было понятно. Что дальше? Дальше, после того, как вы это все оформили, следующим этапом вам нужен ваш логотип. И если кто-то знает, ну, допустим, мой логотип, вы видели, что у меня там была корона вместе с бриллиантом, сейчас я как-то ограничилась только бриллиантом, ну, то есть у меня там бриллиант, сверху на нем корона. Это о чем? О том, что я нахожу уникальность человека и корона. И опять же, вот этот бриллиант, он для меня, сейчас я корону вообще убираю в своем логотипе, а бриллиант для меня это про многогранность, про то, что можно находиться везде, потому что бриллиант со всех сторон имеет огромное бесконечное количество граней. И так же, как человек, он может иметь бесконечное количество граней. Поэтому вот этот логотип, эта картинка, она точно так же должна у вас быть. И это тоже очень важно на пути создания вашего бренда. Что следующее? Ну, опять же, он должен быть очень уникальный, он должен отличать вас и полностью нести вашу миссию. Дальше что? Для того, чтобы, когда вы дальше это упаковываете, у нас, я говорю, у нас сегодня подкаст такой больше маркетинговый, да, мы сегодня больше про маркетинг говорим, как преподнести это, но, знаете, я часто говорю, что, чтобы написать книжку, сейчас девочкам Настя и Марина, вам особый привет, сейчас вот часто я говорю, что для того, чтобы написать книжку, можно не сначала писать книжку, а взять сначала, взять обложку к этой книге, разработать дизайн, ну, то есть упаковать ее, а потом уже наполнять, понимаете, то есть увидеть конечный результат, а потом наполнять. Так же и здесь. Если вы хотите сделать бренд, возьмите, сделайте сначала верхушку этого бренда, а потом туда наполняйте, это тоже один из возможных успешных вариантов создания. Выбор фирменного стиля. И, опять же, я говорю, что если мы говорим, что это, например, белье, опять же, что-то про кружева, кружева, если вы решили, что это кружева, и тогда у вас в фирменном стиле везде будут кружева, прямо я сейчас вижу, девочки, девочки и мужчины, я сейчас для кого-то бизнес, видимо, создаю, потому что я прям что-то вижу, как у вас прям на розовом фоне, например, такие черные кружева, красиво, это все оформлено, и у вас там фирменный стиль, фирменный шрифт. В бизнесе это называется брендбук, но вы четко должны понимать, как это будет в мелких деталях. Для чего? Для того, чтобы потом этот бренд был узнаваемый, чтобы оно потом было, как бы человек видит в другом месте, и уже сразу бумс, ассоциация с вашим бельем. Корпоративная символика является неотъемлемой составляющей имиджа, понимаете, вашего бренда. Правильно выбранный стиль помогает вашему продукту или бренду быть узнаваемым, он помогает получать доверие у целевой аудитории и напрямую влияет на создание бренда. Также, что еще здесь можно внести? Шаг номер какой-то там, седьмой, наверное. Шаг номер семь. Создание фирменных персонажей или фирменных каких-то вещей, таких оживленных. Ну вот, например, знаете, я обожаю, это у меня Маккар, этот Нестлея какао, ну, шоколадный коктейль он это называет, а там этот Квики. И все это Квики видят, и всем понятно, что это такое, да, например. То есть, если у вас бренд какой-то, такой вот особенный, опять, если мы говорим про нижний белый, пускай это будет какая-нибудь девушка, не знаю, Лолита какая-нибудь, которая будет там такая брюнетка в этом белье, она будет на всех брендах, например. Это тоже очень круто работает, взять, выделить какого-то персонажа для этого. И если мы говорим, допустим, про книги, это могут быть какие-то персонажи для книги, да, то есть это если серия книг, это могут быть какие-то персонажи. Вот. дальше о чем мы еще говорим так что мы с вами сделали давайте сейчас еще раз пройдем опять моя логика вам передает всем привет мы с вами сказали что нужно сделать маркетинговые исследования нужно понять наша позиция ориентирования на рынке нам нужно разработать название выписать да нам нужно разобраться с логотипом это четвертый пункт пятый пункт мы сказали что нам нужно обязательно стиль 6 пункт мы сказали что это какой-нибудь можно добавить персонаж ну и сейчас мы переходим седьмой восьмой девятый десятый пункт сейчас мы переходим к продвижению бренда к возможности заявить о себе это все сделано понимаете вы можете заявить заявлять о нем заявлять о нем это как минимум надо сказать что я это делаю и если это ваше снова не знаю что это все-таки белье вы прям говорить я решила заниматься бельем здесь должно быть не страшно не надо вы знаете как любите вы создадите другую страничку с вашим сейчас заряна привет заряна ты меня слушаешь с вашими браслетами она лично и прям не пишите что вы это делаете понимаете здесь прям важно вы должны прям на своей личной странице во всех социальных сетях написать что я разработала новый бренд нижнего белья там каких-то своих продуктов там не знаю там печенье пирожен блинов там не знаю браслетов астрологических да и вы это начинаете прям заявлять всем я это делаю я это делаю я это делаю с вами должны быть всегда ваши визитки визитки вашего магазина вы должны это раздавать не стесняясь вы должны обязательно научиться говорить о себе своем бренде вы создали этот продукт я там ну вот я вам говорю что я считаю себя эксклюзивным расстановщиком нет таких расстановщиков больше как я я работаю во всех временах и пространствах мои расстановки другого уровня потому что я работаю в расстановках включая более 20 различных методик у меня стоит 6 разных каналов разных мощных крутых расстановщиков самых лучших там верты хеллингера софи хеллингер вальплита лироны норинской понимаете и тогда я об этом всегда везде говорю это важно я говорю об этом не только на своей рабочей странице который никто не знает понимаете я это говорю из себя это важно я просто знаете у меня свое время было я занималась шубами субы из китая возила и продавала я очень себя хорошо помню мне про было страшно на личной странице это сказать вот у меня была рабочая страница там я фигачила шубы шубы она личная у меня рот был закрыт поэтому ваша задача начать через себя его продавать еще раз если вы продаете не себя как бренд какие-то продукты нам очень страшно об этом заявлять но это очень круто что вы этим занимаетесь поэтому говорить если вы продаете себя как бренд об этом заявлять еще сложнее поэтому я вам настоятельно рекомендую прям завести себе правило каждый день один раз в день заявлять о себе заявлять о себе вы знаете мне сейчас висит тут трамп подарили мне трампа и вы кто следит за мной в инстаграме вот мне вчера подарили трампа со словами что это мой будущий клиент это для меня знаете какой мотиватор мне конечно в семье все напряглись что я пришла трампа повесила потому что но я такой очень фанат путина знаете я такой фанат очень россия а тут я трампа повесила но для меня это знаете я сегодня утром встала такая что-то думаю что ты слова неохота английский учить я смотрю не трамп тут улыбается и давай-ка на новый уровень я такая сегодня английский села подкаст писать понимаете и вот здесь важно каждый раз ты должен сейчас для меня это тоже сложно вам говорить ну реально сейчас заявляю о том что я в скором времени будут трампу консультации давайте вообще нормально сама честно говоря в шоке от этого но я об этом проговариваю когда я могу это проговорить вам я могу это проговорить себе точно также и вы вы должны выходить на рынок говорить мой бренд станет номером один в белье да и ты в это идешь и ты опять же целишься в луны луну попадая в звезды а может быть и в луну обязательно мы это делаем проговаривая себе дальше следующий да дальше продвигаем бренд пункт номер восемь я вам скажу так нету идеальной формулы для раскрутки бренда потому что вот по себе могу сказать я уже не понимаю у меня клиенты идут из инстаграма из академии частной жизни я не знаю из сарафанного радио у меня есть допустим клиенты которые один человек мне там приносит 20 клиентов а есть ситуации когда у меня там инстаграм вообще мне там клиентов например не приносит вы читаете любите а если там обратная связь мне например говорят вот недавно мне сказали что юль вообще на тебя эти никто не хочет потому что ты всю информацию в подкасте бесплатно отдаешь и зачем тебе на тренинг эти да и все есть я вот говорю здесь нет универсальной формулы как продвигать себя одно однозначно вы должны это делать вы должны еще раз это делать не только для того чтобы у вас были деньги и клиенты вообще не в этом смысл глобально вы должны это делать чтобы передавать то что в вас есть та информация которая вас есть она самая важная и тогда это будет важно но не занимаясь продвижением ничего не получится невозможно что-то сделать и сидеть на попе извините ровно люди должны узнавать о вас поэтому делать деньги без рекламы привлекать клиентов без рекламы может только монетный двор понимаете чем я говорю здесь прям важно ваша задача ну понимаете да делать деньги без рекламы может только монетный двор потому что это и есть деньги поэтому ваша задача говорить о том что вы несете в мире задача каждый день об этом говорить поэтому делаем рекламу прям выделяем бюджет на рекламу Выделяем бюджет на людей, которые вам будут делать рекламу, и это делаем. Не жалейте на это денег. То есть если вы не имеете навыков в области продвижения брендом, лучше нанять реально профессионалов, которые этим занимаются. Мой личный опыт, мой личный пример, лучше это делать самой. Консультируясь с профессионалами. Шаг номер 10. Или 9, я как всегда. Шаг, в общем, следующий шаг, я сбилась, как обычно, со счетов. Шаг номер 10. Вот, кстати, знаете, сейчас я вам хочу сказать. Вот у меня есть эта тема, мне вот надо организовать. У меня сейчас есть девочка-помощник, которая мне помогает. Вот мне бы кто-нибудь, это может быть любой регион, кто-то, кто мне будет тоже помощником помогать. Что делать? Я, знаете, сразу работу предлагаю. Мне нужен прям личный помощник, который будет мне вот это все скомпоновывать. Вот, например, ну, например, я не знаю, вот подкаст. Сейчас я его записываю. Сейчас опять я поняла, что в диктофон звук получается лучше. А сейчас в телефон, в диктофон пишу подкаст. Я бы вот его на почту переслала, чтобы мне его загнали в Лепсин. Это компания, да, которая, ну, сайт, на котором это все делается. Да, музыку наложили, красиво все выложили, красиво все написали. Например, сейчас мне приходится это делать самой. Вот, и если бы, например, кто-то это у меня делал, какой-нибудь помощник, я бы у меня было больше времени записать еще один, например, подкаст. То есть я сейчас понимаю, что мы там выходим на новые уровни, и у меня не хватает ресурсов. Поэтому, если вы хотели бы помогать мне, напишите мне опять же в личку. Допустим, мы сейчас рассылку запустили, и я вижу, что, ну, как бы девочка, которая мне помогает, она в этом не профессионал. У нас там есть сбой по рассылке. Вот, кто, если хочет помогать Юле Ходорцевой, да, давайте пишите, обсудим, сколько это будет стоить, как бы вы могли помогать. Вот мне, например, рассылку нужно качественно запускать, потому что я вижу, что она какая-то прям вот такая немотивирующая. Рассылка, в смысле, по почте, например, да. Если какие-то идеи есть еще по продвижению, пожалуйста, пишите мне, я с радостью на все отвечу. Это прям про разработку рекламной концепции, это прям про разработку продвижения, потому что я в этом не профессионал. У меня вот есть девочка-помощник, мы с ней вместе, ну, учимся. А если у вас есть идеи, как это делать, вот прям вас же много, кто сидит и не знает, чем заняться. Вот у вас есть Юля Ходорцева. И если у вас есть идеи, как продвигать, как что делать, напишите мне, и давайте что-то вместе создадим, и какой-то новый ручеек пустим. И я прям готова здесь вознаграждать вас за это. Понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, понимаете. То есть разработка рекламной концепции, она тоже должна быть правильно выстроена. Вот у меня сейчас, как у Юли Ходорцевой, оно все будет как борщ, знаете, и капусту, и морковь, как винегрет, все напихано. По-хорошему мне бы нужен человек, который бы это вот все там разработал, эту рекламную концепцию ввел. Вот, и когда вы запускаете бренд, вы тоже должны с этим четко определиться и идти в определенном направлении. Понимаете? Вот так. Что-то наговорила опять, да? Давайте посмотрим на преимущества и недостатки создания бренда, потому что и там, и там есть какие-то те или иные плюсы. Я, честно говоря, конечно, больше вижу плюсов, потому что когда ты четко разработал свой бренд, прописал свою концепцию, человек четко понимает, что он там получит. Ну, например, Макдональдс, да? Все четко понимают, что там получится такое качество по такой цене. И это качество, оно не меняется. В каком бы городе ты не ела этот гамбургер, например, да? Там есть прям четко выдержанное качество. Что еще дает разработка конкретного бренда? Увеличение стоимости продукции, стоимости человека. Потому что когда ты идешь точечно, когда ты идешь в разработку своего конкретного бренда, ты уже сам не распыляешься, идешь в это конкретно. И тогда ты постепенно можешь увеличивать стоимость. Что здесь еще? Когда ты бренд, и когда ты четко даешь качество ожидаемое, тогда ты получаешь клиентов надолго, надолго. Потому что люди приходят и понимают, они получают вот это, вот это и вот это. Когда я говорю, что я делаю расстановки на всех уровнях и пространствах, клиент ко мне приходит, он знает, что мы пойдем, если нужно, в карму, если нужно, в рот, если нужно, поработаем на личности, но мы отработаем эту проблему. Тогда у меня клиенты ходят там раз в месяц, и они четко знают, что этот вопрос будет решен, понимаете? То есть, когда человек идет с ожиданиями, его ожидания закрываются, человек идет с какой-то там некомфортной ситуацией, его ожидания закрываются. А вот это делает бренд. Это не когда он идет и не знает, что надо, и не знает, что получит. И когда терапевт не знает, например, что получит в моем случае, или там белье нижнее не знает, что получит, тогда четко есть понимание. Вот почему говорю про нижнее белье? Сейчас мне тоже пришла такая ассоциация. Я недавно ездила, покупала нижнее белье, причем компания себя позиционировала очень дорого. Я купила достаточно дорогое белье, знаете, я пришла домой, я прям вижу, что это какое-то качество прям не то. Я больше в этот магазин в жизни не пойду, я в жизни их больше не порекомендую, понимаете? Потому что позиционирование неверное, представленность неверное, качество неверное, понимаете? Здесь прям важно. И здесь вы должны прям быть, создавая бренд, вы должны быть очень честны сами с собой. Задача не заполучить клиента, а заполучить клиента на всю жизнь. Даже не клиента это можно назвать, а заполучить партнера на всю жизнь. Вы идете тогда с клиентом не в отношения использования, а в отношения вин-вин, именно в партнерские отношения. И задача при создании бренда идти в партнерские отношения, когда ты что-то отдаешь. Потому что в своей базе твоя задача тебе отдать. Не взять у клиента, не взять у человека, который к тебе пришел, да, деньги, или что вы там у них берете, ценность свою. Отдать свою краску. Дать свою краску в хорошо и четко упакованном конвертике. Ну и минусы создания бренда это вот опять же ответственность. Вы должны быть уверены, что вы соответствуете имиджу торговой марки. Еще раз, можно нафигачить, манять людей, вам сделают очень крутую торговую марку, логотип и прочее, а внутри будет совсем другое. Если так произойдет, люди к вам не вернутся, потому что вы их обманываете. Я много раз с этим сталкивалась. Народ запускает очень крутую рекламу. Заходишь, а потом получаешь ерунду. Поэтому задача не просто круто оформить бренд. Задача соответствовать потом всему, что вы написали. Если ваш девиз качество, ваш весь товар должен быть качественным. Если ваш девиз, ну он должен быть качественным, лучше, чем товар представленный на рынке. Если вы заявляете эксклюзивность, он должен быть эксклюзивный. Если я говорю, что мои расстановки эксклюзивны, я четко уверена, что никто больше так расстановки не делает. Почему? Потому что, ну вот допустим, я даже не знаю в Москве, кто был в этом году у Берты Хеллингера, ну там единицы людей, да, эксклюзивные. Почему? Потому что нет больше людей, вот однозначно, у кого вгружены, вот я не знаю таких людей, у кого вгружены, те каналы, которые вгружены в меня, да. Нет больше людей, которые имеют такой широкий свой собственный канал. И тогда я говорю, они у меня другие, эксклюзивные, они у меня вообще другие, и нет таких расстановок, да даже в мире нет, нет. Понимаете, о чем я говорю? И тогда я могу об этом открыто заявлять, потому что я здесь честна сама с собой, потому что у меня вгружено несколько различных техник, и я все их использую во время работы. Так, как-то вот так, я не знаю, получилось 10 или не получилось, представим, что получилось 10. Итак, с вами была Юлия Ходарцева, и сегодняшний наш подкаст назывался «Как создать свой бренд в 10 шагов». Я желаю вам ценить, любить, уважать себя, не забывать упаковывать себя и свой продукт в бренд и идти с ним на рынок. И еще раз хочу вам напомнить, жизнь идет, вы сейчас сидите и все никак не можете решиться, начать что-то отдавать миру. Пожалуйста, прямо сейчас возьми и сделай, возьми и сделай, оформь, создай, не знаю, придумай название, оформь логотип, начни заявлять о себе, о своем бренде миру. И можете отмечать меня, когда будете заявлять, я буду с радостью лайкать и читать про ваши бренды и поддерживать. Люблю вас и благодарю, что вы есть. Субтитры создавал DimaTorzok